Однако здравствуйте! Вы снова на канале Whiskey Time и сегодня у меня небольшой такой праздник, можно сказать. Наконец-то на моем канале число подписчиков достигло тысячи, не даже немногим больше. С чем себя поздравляю и от всей души благодарю вас. Без вас не было моего маленького уютного канала Whiskey Time. Спасибо, что вы остаетесь, спасибо, что пишете комментарии, спасибо, что поддерживаете и смотрите мои ролики. За вас, дорогие друзья и подписчики. Да, это был большой глоток. Уж очень хотелось и давно не пилось. В общем, по этому небольшому случаю я зашел в ближайший магазин из всего того «богатого» ассортимента. Я выбрал этот GMB. Ранее я его пробовал, ничего такого в нем особенного нет, но, в принципе, неплохой шотландский купаж. И, что самое главное, в принципе, недорогой. Пробовал я его где-то года три назад. А вообще первый раз я увидел в фильме «Нечто» какого там года, 86-го Джона Карпентера. Его там, как его, главный герой, не помню, актера, пил, сидя на стуле. Что можно о нем сказать об этом GMB? Стоит он в магазине 1500. Забрал я его последний. Выдержка не менее четырех лет. В составе купажа приблизительно 40 различных спиртов из Спейсайда. И, как пишут сердцевого купажа, спирты Наканда. Наканда я не пробовал, поэтому не знаю. Много о нем, конечно, не расскажешь. Но, что самое главное, довольно резкий, довольно бьющий в нос аромат. Даже из такого бокала. Ну да, здесь более концентрированная, но даже из него не выветривается. Мокрая бочка, такая подсушенная, скошенная трава. Немного ореха. Ну, конечно, спирты, да, бьют. Ну, в общем, это такой свеженький аромат. В целом, неплохо. За это и выпьем. Да, резкий такой, на вкус суховатый. Да, что-то такое тоже во вкусе. Мокрая такая деревяшка. Какая-то тоже травянистые какие-то мотивы. Ну, все это благополучно обличено в спиртовую колкость. Резкий, суховатый, молодой, горячий. Сухое такое ощущение на спинке языка. Да, сушит, сушит порядочно. Терпкая, немножко теплоковатая, травянистая, отчасти, отчасти такое деревянное послевкусие. Ну, в целом, как-то резко и свеженько. Ну, подчеркиваю, на первом плане это резкость. Здесь, конечно, тоже тонет это все горячо, так послевкусие, как, тоже такое спиртовое и немножко суховатое. Суховатая послевкусие, не длинная. Но, в принципе, если просто хочется выпить, что-нибудь такого резкого, бодрящего, то подойдет. Не сказать, что он так с трудом пьется. Ну, тоже с большой легкостью тоже не особо пьется. Ну, прикольный, нормальный вискарик. Бодренький такой. Ой, хотел себя порадовать, насушил мясо по рецепту из того же ютуба. Килограмм мяса, килограмм соли, там, поставил соль, сутки прошли, вымочил. Все, короче, по инструкции, вот, сделал и ничего не видно. Короче, страшно соленая, конечно, получается, как будто мне килограмм соли, а три. Фиг его знает, что за рецепт. В целом, неплохо для закуси, думал, как раз так мясо люблю, сушеное. Но, страшно, конечно, соленое. Это так, отступление небольшое. Слишком, слишком соленое. Может, кто делал, подскажет, какой-нибудь простенький рецепт. Это, типа, рецепт за 4 дня. Ну, соль выступает в качестве консерванта. Тут, главное, чтобы ее было достаточно. Так, ладно, заговорился не по теме. Давайте еще раз. Сам себя поздравлю с небольшим праздником этим. С более чем тысячу подписчиками. Жаль, конечно, что тут не ардвиг, но, увы. Зависки тайм. Да, плюсик, что аромат сохраняется и там, и там. Ну, какие-то даже капельки. Она даже присутствует какая-то и маслянистость. Небольшая, конечно. Что-то еще интересного. Дигетка мне всегда нравилась. Желтый, красный, как выброски цвета. Вон, тут написано. С его разрешения или с благословления его величества королевы. Ну, вот так вот. J&B. Gesterini and Brooks. А, вот оно как расшифровывается. Понятно. Дистиллировано. Blended and bottled in Scotland. Дата основания. Точнее, с 1749 года. Ну, собственно, и все, кстати, да. О его дешевизне говорит то, что этикеточка так небрежно приклеена. Как бы не очень, не очень мне это нравится. Вызывает справедливые сомнения о качестве продукта. Хотя, собственно, по воспоминаниям ни черта не изменилось. Какой он резкий был, такой и остался. Может, я что-то путаю, но тогда, когда первый раз его попробовал, наверное, путаю. Показалось, что там какие-то дымные нотки были. Но тут их нет, конечно же. Где-то мое соленое мяско. Ух. Специи. Везде специи. В общем, смешанный такой у меня сюжет, как говорил один интересный персонаж из Ютуба по наитию. Я, собственно, не планировал сегодня ничего покупать, но захотелось чего-то прям резкого. Я помнил, как я же выше сказал, что этот резкий. Вот, собственно, его и взял. Выбор был, конечно, небольшой. Я прошел, не то, что прошел, посетил три магазина. Окей, Ароматный мир и КБ. В Окее ощущение такое, что заполонили виски отечественного производства, к которому я отношусь с большим сомнением. Порывался купить виски, как же он называется. То ли Black Beast, то ли... А, нет, не Black Beast. Smoke. Smoke какой-то там. То ли Black Smoke, кажется, дагестанского производства. Но... Что-то как-то... Нет. Не захотел, пошел... А, да, посмотрел там в Окее, который рядом со мной. Что там? Думал, может быть, там Титчерс остался или Джейн Би. Потом вспомнил, что Джейн Би вообще там не видел, а Титчерса уже и нет. Из более-менее недорогих там. Георс был. Ну, что-то как-то не хотелось. Не захотелось. Пошел дальше. Зашел в этот Ароматный мир. Смотрю на полку. Там, конечно, да, выбор небогатый. Три-четыре виски за... Десять штук переваливают. Поинтересовался у продавца. А это, мол, один стеллаж. Он сказал, это все, что осталось. На этой ноте мне как-то стало грустно. Там еще были виски. Давайте еще раз за вас. Были виски. Ну, из того набора, где их четыре вида. Space Ed Island. Айла, Highland, Lowland. Господин, языки вертятся. Производитель Иэн Маклеуд. Ну, ладно, тут есть все, что напишу. Вот. Помню времена, когда я их покупал за 1100. А сейчас Дея. Сейчас 2999. Неплохие, но, да, чересчур. Ну и что там? Да больше ничего. Очень мало на стеллаже там осталось. Пошел дальше в красное и белое. Ну, собственно, там его и нашел. Что там Тичерса? Тоже не было. Да, у меня в уме так висел этот Тичерс. Короче, сегодня такой у меня выпуск. Так, типа, поболтать на камеру. Вот. Что еще? Что еще? Ну, в общем, суммировать. Да, в ОКЕЕ очень где-то 4 из 6 полок. Это отечественного производства. Naked Thompson. Что там еще? Какие-то Lucky Naked. Вот этот Black Smoke. Что еще? Black Beast. Это, по-моему, кстати, да, это Iron MacLeod производство. Но, по-моему, у нас разливает миссия. Ошибся, поправьте. В ароматном мире выбор схуднеет. Ну, не во всей сети, конечно. Наверное, у меня такой магазин на отшибе. Я предполагаю, что там совсем очень мало всего. А, еще я зашел в какой-то магазин, больше посвященный вину. Там был интересный выбор. Кое-что я заприметил. Но довольно-таки дорого. Довольно-таки дорого. Один дымник. И, кстати, цена у него где-то отличается от старых не так уж и сильно. На две тысячи. Но он дорогой. Дорогой. Может быть, его успею урвать. Но, опять же, где взять на это денег? Праздник. Ближайший только новый год. Ну, посмотрим. Ну, и дальше чего? Дальше в КБ. Что там в КБ? В КБ Джеймисон и вот эти вот ставят. Лайм и Джинджер и Оранж. Вот. Ну, что-то мне в холодное время года не особо хочется вот этих вот ярких экспериментов. В теплую погоду, да. Я там разрывался в комплиментах видео по поводу Джеймисона, Лайм и Джинджер. Но вот по холодной погоде у меня сейчас за окном около нуля. Не, не пойдет. В теплое, да. И да, поправочка, конечно. Немножко поснимал. Пару-тройку роликов летом. А, к сожалению, выложу или выложил уже их недавно. Поэтому, извините. Что еще могу сказать? Чтобы что-то сказать, наверное, надо налить. У меня сейчас в роли собеседника находятся виртуальные вы. При записи этого ролика. Да, походу я сегодня накидаюсь. Собственно, чего удивительного. Виски. Прикольно пахнет. Резко, ну, такой теплый, теплый аромат. Теплый, резкий. Ну, что-то мне сейчас кажется больше травяной. Да, давно я ничего не записывал. Что-то сильно я разговорчивый. Сейчас сижу один и представляю, что вы это уже смотрите. Ходя, я только записываю. Надеюсь, и вы, когда-никогда, если смотрите мои ролики, что-то пробуете. К вопросу о том, можно ли порекомендовать вот этот. Если хочется, знаете, взбодриться что-то, чтобы продернуло, да, можно его взять. Если он еще останется у вас, да. Да, я взял последнюю бутылку, кажется. Ой, да, неплохо. Неплохо катается он во рту. Ох, горячо. Немножко горячо. Буквально еще пару слов, и, наверное, надо заканчивать эту болтологию. Последнее время мне кажется, что виски меня тянут на какие-то резкие варианты, да. Даже в том плане, что это резкие спирты, ничего страшного, да, чтобы какой-то, надо бы всплеск ощутить. Либо какие-то радикальные вкусы тянет. Не говорю, что я их пробую. Хочется что-то такого дымного и так далее. Особенно, наверное, в это холодное время суток на бурбоны что-то вообще не тянет, как раньше. Ну, наверное, хватит уже размышлять. Поставим маценочки. Не буду в этот раз ничего разбирать. Поставлю просто пятерку из десяти в целом за этот виски. Рекомендовать его вам по цене за полторы тысячи. За тысячу. Тысячу 100 бы рекомендовал. За полторы не стану. Спасибо, что вы остаетесь на канале. Спасибо за этот виртуальный, так сказать, уют. Благодарю вас всех, что вы на меня подписаны. Очень приятно. Буду понемногу далее продолжать. Время от времени выкладывать какие-то обзоры. Хочется, честно говоря, очень попробовать и рассказать вам об российских виски недорогих. Но очень сомневаюсь. Может быть, вы что-то подскажете, какой стоит попробовать. Какой еще более-менее. Помню, как только, не то, что как только, помню, мне когда-то посоветовали отечественные виски Просковеевский. Это, наверное, был, ну, во всяком случае, в магазине один-единственный российский виски. Я его с интересом купил и попробовал лет так, чтобы вам не соврать, восемь, наверное, назад. Тогда я почувствовал странное сочетание, как бы это, так сказать-то, самогонки, что ли, и виски. Что-то такое мутное, такое ощущение. Ну, в целом, неплохо. То есть, как будто бы производитель старался, как мог, и получилось то, что получилось. Просто потом, когда я пробовал какие-то, даже в памяти особо не отложились названия, но отложилось то, что какое-то резкое, спиртуозное, и вот что-то между водкой и коньяком, типа экспериментов, короче, не очень. А вот Просковеевский, может быть, потому что был такой первый эксперимент, показался своеобразным. Ну, да бог с ним. Если что, пишите, может быть, стоит что-то действительно попробовать, потому что цены, как бы, на виски, эти, о которых я говорил, 400, 600, 700, но это, конечно, недорого, но очень сомнительно. Не очень бы хотелось. Ну, короче, буду искать что-нибудь интересное, остатки там или что. Фиг его, короче, знает. Ладно, за вас заканчиваем ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, как обычно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok